Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вы знаете, мы много говорим с вами об исполнителях. Песня года, певец года, Моргенштерн, девочка, танцуй, заливай себя крепким алкоголем. Мы докатились. Страна тысячелетней истории. Земля, породившая Есенина, Маяковского, Ахматову. Моргенштерн у нас, и Артик, и Асти. Алкоголь, табу, курение вредит здоровью. Но, наверное, заслужили. Наверное, за последние 20-30 лет, наверное, мы сами позволили сделать с собой то, что нас привело к исполнителю года, музыканту года Моргенштерну, у которого все песни это мат. Друзья, я предлагаю вам сделать альтернативное голосование. Вы очень часто пишите, что вот послушай этого, послушай этого. Давайте так. Для того, чтобы можно было выбрать, мы сделаем исполнитель года и песня года, исполнитель и исполнительница, сразу будут вместе мужчины и женщины, и песня года по версии канала Будда Гришна. Давайте сделаем адекватно, действительно. Вот кто-то предложил, вот вы говорите, а как же, значит, вот, может быть, так сказать, вы предложите свое. В том-то и вопрос, что мы ничего не можем предложить, потому что те таланты, которые порождает русская земля, не допускают ни на телевидении, ни на радио. А в интернете есть, да, есть сейчас, есть ребята, которых можно, собственно говоря, пуговицы не застегиваются. Те ребята, которые, собственно говоря, ладно, потом. Значит, и те ребята, из которых можно выбрать. И вы их знаете. Многие, например, увидели, слушают, но не знают другие. Поэтому я вам предлагаю, чтобы мы во вкладке сообщества можно организовать голосование. Разбиваешь, значит, такую таблицу делаешь, имена, фамилии, соответственно, да, таблиц там 5-7 человек. И вы голосуете потом, вы сами выберете лучшего исполнителя, собственно говоря, и мы выберем альтернативного исполнителя года. Но это будет не Моргенштерн, это будет в стране с тысячелетней историей, породившей Высоцкого, Маяковского и так далее, и так далее. Их гения, в которых больше нигде никогда не будет. Я считаю, что певцом года, исполнителем года, музыкантом года должен быть точно не Моргенштерн. И песней года должен быть точно не «Девочка, танцуй, заливайся крепким алкоголем». Хоть эта песня, в общем-то, неплохая, довольно мелодичная. Значит, друзья, для того, чтобы мы с вами понимали, кого можно занести в список, мы же не будем с вами заносить до Леонтьева и Долину, да, хотя при всем моем уважении. Значит, давайте сделаем так. Вы в комментариях напишите, значит, тех людей, которые вы хотели бы, чтобы оказались в списке, как претенденты на звание лучшего исполнителя или исполнительницы года по версии канала Будда Гришна. Значит, и, собственно говоря, в другом видео я сниму лучшая песня по, значит, по вашему представлению, да, в другом видео. Здесь не пишите лучшую песню, потому что все тогда смешается в одно. Значит, здесь лучший исполнитель и исполнительница. Я там, ну сколько там, несколько дней пройдет, посмотрю, чего написали, кого, выберу максимально тех, кого писали больше всего, да, там 5-7 человек, и выставлю во вкладке сообщества, о чем сниму видео, что появилась таблица, где вы можете голосовать и отдавать свой голос за того или иного исполнителя, и он станет исполнителем года 2020-го, адекватным, реальным исполнителем года, без всяких там денег, пропаганд и всего остального по версии канала Будда Гришна. Я надеюсь, может быть даже, не знаю, эти результаты, я думаю, навряд ли кому-то будут нужны там, или кто-то их вообще обратит внимание на них. Ну а может быть кто-то обратит, что вот в интернете прошло альтернативное голосование людей. Мы так много говорим об этих исполнителях, давайте что-то сделаем действительно. Давайте проведем это голосование и выберем альтернативного исполнительной исполнительницу года. Напишите все те фамилии, которые вы знаете, которые могут претендовать действительно на лучшего исполнителя или исполнительницу. Проведем честное голосование, я их потом выпишу в таблицу, и вы проголосуете, и все. И, к примеру, к Новому году, числа 28-30, объявим результаты и, собственно говоря, от канала Будда Гришна придумаем от нас всех какую-нибудь награду и отправим человеку. Ему, может быть, плевать будет, но, а мне кажется, приятно, почему бы нет, какой-то, так сказать, канал, вот там люди проголосовали, это же люди, а для, мне кажется, людей искусства самое важное это признание людей, а вот это все равно признание людей, тут вне зависимости от того, канал не канал, YouTube не YouTube, это признание людей, сделаем какую-нибудь статуэтку и отправим, почему нет, это круто, пусть человек знает, что его поддерживают люди, хоть она не может, к примеру, пробиться на большую сцену. Как вам идея? Пишите, друзья, ваши комментарии и уже фамилии можете писать. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы с вами находимся, на канале саморазвития Будда Гришна, Life is Good, второй новостной канал Будда Гришна, Диза 24, добавляйтесь в Инстаграм Будда Гришна, нижняя почерка неофишал. Всем пока, друзья, до встречи!